Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин. Рядом со мной Николай Сванидзе, историк-журналист. Николай Карлович, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Добрый день, Иван. И с днём рождения вас. Спасибо большое. Сегодня у Николая Карловича день рождения. Вот так совпало, что и на эфир пришли. Кстати, однако другая тема, которую будем обсуждать сейчас, это кончина известного поэта Евгения Евтушенко. Как вы считаете, понятно, что наш разговор это некий некролог такой, но тем не менее, хотелось бы не только какие-то высокопарные суждения сейчас использовать, но и постараться проанализировать его творчество. Можно ли сказать, что Евгений Евтушенко это главный символ русской поэзии? Ну, вы меня в тупик ставите. Главный символ русской поэзии это Александр Сергеевич Пушкин. Значит, русская поэзия очень богата великолепными поэтами, прекрасными поэтами, гениальными поэтами, но символ ее Александр Сергеевич Пушкин, конечно же. Если же говорить о Евгении Евтушенко, он не просто известный поэт. Он, во-первых, поэт замечательный, во-вторых, он правофланговый, если можно такое... Я не люблю военных параллелей, милитаристских, тем более в этом контексте они, наверное, не вполне уместны, но тем не менее, он правофланговый целой плеяды замечательных, потрясающих поэтов и писателей-шестидесятников, на которых молились целые поколения, включая мое, потому что когда они были молоды, я был ребенком, а когда они были зрелыми, я был молодым человеком. И просто они были кумирами нескольких поколений. Это поколение оттепели, это первая такая из-под снега показавшаяся, из-под вечной, казалось, мерзлоты, показавшаяся свободная, оттепельная, послесталинская литература. И помимо того, что она была идеологически, внутренне свободна, она была еще очень талантлива, потому что я сказал, что Евтушенко правофланговый, но там были люди, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина, Булата Куджава, это только поэты. — Пастернак, Бродский. — Нет, Пастернак, Бродский, они совершенно разные, Пастернак вообще совершенно другу предыдущего поколения их отцов. Бродский, поколение того же, но совершенно другой судьбы, из другой компании человек. Из другой судьбы, из другой компании. Там с ними из литераторов были еще, я бы назвал, Гладилин, Василий Аксенов, несомненно, Нагибин, кто-то был постарше, как Куджава Нагибин, они фронтовики. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина фронтовиками не были, но они были люди очень схожие при этом послевоенной и идейной, и судьбы талант, однонаправленный, я бы сказал, на расширение пространства внутренней свободы. Это те люди, которые устраивали читку стихов у памятника Маяковскому, это те люди, которые читали свои стихи в Политехническом музее. Они были супер популярны к 30 годам, уже к 30 годам, когда сейчас только люди разворачиваются, они были уже в зените своей славы. У них выходили по сотне тысяч тиражом томики стихов, которые невозможно было купить, они расхватывались в лед, как горячие пирожки. Это люди, которые улавливали движение воздушных масс, мысли целого поколения. Евтушенко, если возвращаться к нему, потому что невозможно их всех охватить, они все индивидуальны, каждый из них заслуживает отдельного разговора, но Евгений Евтушенко был, может быть, из них наиболее публичным, что ли. Он был и самым из них внешне видным, почти двухметровый, худющий, красавец, очень артистичный, просто актерский, очень одаренный человек, который великолепно читал свои стихи. Может быть, также их по-другому читала еще красавица Белла Ахмадулина. Вот они другие читали, может быть, как-то, не знаю, вот он, поэтому я его называю правофланговым. Он был, может быть, чаще других звучала его фамилия. Он мог собрать, сейчас это невозможно себе представить, сейчас рок-группы только могут на это рассчитывать. Он собирал стадионы, когда он читал стихи, он собирал стадионы. Он читал стихи здесь, он читал стихи в Европе, он читал стихи в Штатах. И сейчас мы знаем, что последние четверть века он жил в Штатах, в глубинке, в Оклахоме, где-то, где он в университете преподавал. Он, ему принадлежат поэмы, которые просто вели за собой миллионы молодых людей. Это Братская ГЭС, это Казанский университет. Ему принадлежит замечательное, знаковое, знаковое стихотворение под названием «Господи ты, Боже мой». Нет, я бы любимый СПИ. Нет, 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 нет. Ну что же из головы вон, страшный-страшный расстрел киевский. Ну да бог с ним, вылетел из головы. Бабий Яр, нет, это очень важно, Бабий Яр. Бабий Яр, потому что это, помимо прочего, помимо борьбы за внутреннюю свободу, он еще освобождал какие-то внутренние, сбрасывал колючую проволоку с каких-то внутренних запретов. Бабий Яр, это он поднял тему антисемитизма, которая была схожая. Эта тема была нацистской Германии, эта тема была сталинского Советского Союза. Тема Бабьего Яра была запрещена в Советском Союзе, закрыта, как будто не было этого, как будто не уничтожено, как будто не было Холокоста. И именно стихотворение Евтушенко на эту тему, оно вскрыло, как нарыв, вот эту вот тему. Потрясающе. И кроме того, то, что вы упомянули, он был великолепный лирик, причем его лирика была и любовная, вот я тоже очень люблю стихотворение, любимое спи, потрясающее, потрясающее стихотворение. И у него есть замечательное, любимое мною стихотворение «Людей неинтересных в мире нет», тоже потрясающее. «Таков закон безжалостной игры, не люди умирают, а миры, и каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать». Эта философия глубокая, очень гуманистическая, замечательная, его любовная лирика, гражданская лирика, они переходили одна в другую, перекречивались, потому что и то, и другое требует вот это вот расширение пространства внутренней свободы. Это то, что он давал. Поэтому, конечно, сказать о нем известный поэт, это ничего не сказать. А как вы считаете, будут ли помнить через 10, 20, 30 лет стихи Евгения Евтушенкова? Вот сейчас, например, очень многие помнят Акуджава. Ну, я как раз начал отвечать, Акуджава, помимо прочего, был бардом. И это играет очень большую роль, потому что это не просто читать стихи, это слышать песни, это мелодия, это совершенно другое эмоциональное восприятие, усиленное. Ну, на стихи Евтушенков были песни, но бардом он не был, много песен, но бардом он не был. Но я думаю, что его будут помнить, да. Сейчас сложно сказать, ситуация настолько быстро меняется. Сейчас, скажем, нынешняя популярность поэзии в целом несопоставима никак с тем, насколько она была в зените своей популярности, вот когда в зените своей славы был Евтушенко, там в 60-е годы, даже 70-е, а в 60-е особенно. Когда говорилось, поэт в России больше, чем поэт, когда поэт был просто кумиром толпы, причём независимо от образовательного уровня, девочки, мальчики, ну просто молились на них, не было популярнее людей, поэты и космонавты первое. А вот потом, как потом сейчас уже нынешних космонавтов никто по именам не знает, так же никто и поэзию не читает. Поэтому что будет дальше, я предположить не могу, это зависит от того, насколько заинтересованные в литературе, насколько литературно и культурно озабоченные будут вырастать у нас поколения. От этого зависит судьба не только Евтушенко, от этого зависит судьба и упомянутого Александра Сергеевича Пушкина, и Тютчева, и Лермонтова, и Блока, и Есенина, и Гумилёва, и всех других, Ахматова, и всех других огромных русских и советских поэтов. Их тоже могут перестать читать? Запросто. Ну, в школьном учебнике там в Христоматии прочтут 23 стихотворения, в одно ухо влетит, в другое вылетит, и дальше всё. Останется только имя Пушкин. А что написал? Да фиг его знает, что он написал. Поэтому предсказать посмертную, тем более такую долговременную судьбу поэта сейчас вряд ли представляется возможным. Слав дозвонился. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вы знаете, я хочу спросить гостя, вот не думает ли он, что особо-то нынешней власти Евгений Евтушенко и не был нужен, потому что нынешняя власть не хочет, чтобы народ так особо думал, и чтобы у него было острое чувство правды. И ещё. Вот раньше были такие персонажи, Маврикиевна и Авдотья, да? Вот мне кажется Николаю Карловичу, что образ мышления Вероники Маврикиевны все эти последние 17 лет восхвалялся и пропагандировался в нынешней России. Это псевдоинтеллигентность, вроде власть всё делает правильно. И это умудрились связать с политикой. Николай Карлович, вам слово. Что насчёт Авдотьи Никитичной, по-моему, и Вероники Маврикиевны, но это отдельный разговор, это тоже уже дела давно минувших дней, честно говоря. Вы знаете, власти никогда поэзия не нужна. Я не хочу вас расстраивать. Это не специфика нынешней власти. Конечно, нынешней власти абсолютно не нужна поэзия. И власть сама не интересуется поэзией, и не нужна она ей. Власти нужен телевизор, как Владимир Ильич Ленин говорил, для нас главное искусство кино, теперь главное искусство телевизор. При Сталине писатели, он их пестовал не потому, что он был такой большой любитель литературы, хотя интересовался, конечно, а потому что литература воздействовала на умы народа, на массы. А сейчас воздействует телевизор. Кроме телевизора ничего власти не нужно, по сути. Но это не только нынешняя власть. Я повторяю, всякая власть интересуется только тем, что повышает ее власти популярность в народе. Если поэты официозные воспевают эту власть, они нужны. Большие поэты официозными редко бывают, редко воспевают власть, потому что большие поэты, как правило, воспевают то, к чему склоняет их их талант, их душа, их сердце, а не то, к чему их склоняют официальные казенные органы. Естественно, Евтушенко не нужен. Он и в период своего расцвета не был особо нужен, я вас уверяю. И сейчас не нужен. Это нормально. Власть отдельно, литература и поэзия отдельно. Давайте в завершении этой темы послушаем еще слова Андрея Макаревича, известного музыканта о Евгении Евтушенко. Был последний человек в этой замечательной эпохе, из которой мы все выросли. Очень грустно. Я с ним виделся не так уж давно. Привез ему свою картинку, спросил. Мы с ним часа два сидели, разговаривали, и он меня совершенно поражал абсолютной ясностью ума, с той реакцией. Ну вот я очень надеялся, что он еще притянет. Но жалко, земля пухом. Это известный музыкант Андрей Макаревич. Теперь переходим уже к другой теме. Предложено запретить в России суррогатное материнство. Автор инициатива, насколько я знаю, сенатор Антон Беляков. Сейчас предлагаю послушать справку, как регулируется вообще суррогатное материнство в России. Потом послушаем Елену Мизульну. Справка. Суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, которая обычно применяется, когда женщина не способна выносить ребенка. В зачатии и рождении ребенка участвуют три человека – генетические отец и мать, а также суррогатная мать, которая вынашивает ребенка. Между ними заключается гражданско-правовой договор. Законодательство также допускает вынашивание ребенка для одинокой женщины, но никак не оговаривает возможность использования суррогатного материнства для одиноких мужчин. Генетические отец и мать могут быть записаны родителями только с согласия женщины, родившей ребенка. Суррогатное материнство основано на процедуре искусственного оплодотворения – ЭКО. Яйцеклетку генетической матери оплодотворяют в пробирке, а затем эмбрион переносят в тело суррогатной матери. По российским законам суррогатная мать не может быть одновременно и донором яйцеклетки. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья и давшая письменное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга. Это была справка о том, как регулируется суррогатное материнство в России. Антон Беляков, сенатор, был на радио «Комсомольская правда». Как вы считаете, Николай Карлович, вот суррогатные матери – это проститутки и инкубаторы для выращивания детей, или это женщины, которые делают других людей счастливыми? После того послушаем, что сказала Мизульна по этому поводу, она поддержала сенатора. Значит, ну я бы сначала все-таки хотел, мы так резко сменили тему, я бы хотел все-таки завершить тему, связанную с уходом Евгения Александровича Евтушенко, просто бросить в устной форме доступные сейчас цветы на его еще не вырытую могилу, но действительно земля ему пухом ушел большой поэт, большой гражданин, большой талант, человек, с которым очень многое связано, и в нашей стране, особенно для людей моего поколения, Царство Небесное. Теперь, возвращаясь уже к новой теме, к вашему вопросу, я, честно говоря, не самый большой специалист по суррогатному материнству, признаюсь вам, Иван, я думаю, что покопавшись, можно найти лучшего эксперта, чем я по этой теме, но вот так вот навскидку я могу сказать, ну как же можно называть этих женщин проститутками, позвольте, кто дал право оскорблять их, что это такое? И третье, вот привычка, я не знаю, что сейчас скажет госпожа Мизулина, но ручаюсь, что я правильно представляю, что она может сказать, значит, система запретов по всему периметру происходящего в стране, от политики до отношений между полами, от идеологии до деторождения, она не приведет ни к чему хорошему. Давайте послушаем. Нельзя все проблемы решать исключительно запретами. Слушаем Елену Мизульну, член Совета Федерации. Мы предлагаем вывести в сферу уголовного законодательства и запретить именно коммерческое суррогатное материнство. То есть, когда суррогатную мать покупают и платят ей именно за то, что она вынашивает чужого ребенка. Как только появляется такая коммерческая основа, сразу появляются третьи лица, те, кто на этом будут делать деньги и эксплуатировать вот эту женскую репродуктивную функцию. Мы не должны этого допустить. Медицинская организация, которая будет заниматься поиском и подбором суррогатных матерей, которые будут осуществлять это за деньги, они будут подпадать под уголовное ответствие. Это была Елена Мизульна, член Совета Федерации. Тогда встык предлагаю послушать Владислава Мельникова. Это директор Европейского центра суррогатного материнства. Суррогатное материнство в России разрешено с 1995 года. За этот огромный срок всего отсиловать были каких-то 10 скандалов, связанных с суррогатным материнством. Я считаю, что это мизер. Но в это же самое время, благодаря суррогатному материнству, родились десятки тысяч счастливых детей. У сенатора есть все возможности для того, чтобы законодательство это отрегулировать. Это можно сделать в течение буквально нескольких недель. И ничего не надо запрещать. У нас молотками убивают людей и ножами кухонными. Но давайте пока несовершенное законодательство, давайте запретим молотки и кухонные ножи. Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства, что называется «встык» после слов Елены Мизульной. Я предлагаю, Николай Карлович, привести слова самого Белякова. Для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям заказчикам не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом, ч. 4 ст. 51, биологические родители могут забрать ребенка из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей, пояснил автор законопроекта. Добавил после того, что в настоящее время услугами россиянок по вынашиванию детей все чаще пользуются иностранцы. Это проблема, как вы считаете? Да нифига это не проблема. Пугают иностранцами, как детей бабы Егой, ей-богу. Вот смотрите, где здесь логика? Семейное насилие выводится из уголовного права? Выводится. Бить можно. А ребенка вынашивать вводится в уголовное право? Бить можно жену, детей, мать с отцом, стариков. Тут, кстати, не надо быть категоричным. Секундочку, секундочку, Иван. Николай Карлович, не надо быть категоричным. Нет, значит, не надо. Я говорю, что есть. В полиции не принимается первое заявление. Да, 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 мы это обсуждали. Первое не принимается, второго уже не будет. Значит, можно. Что там? Кого мы сейчас обманываем с вами? Друг друга? Значит, можно. А вынашивать ребенка нельзя. За это уголовное наказание. Не за убийство. Не за избиение, не за насилие. За вынашивание ребенка уголовного, уголовное наказание. Они с ума рехнулись, что ли, там все? Если им не нравится, как это сейчас выглядит, урегулируйте. Вы законодатели или где? Но постарайтесь урегулировать. Нельзя все, что ты не можешь урегулировать, и все, что тебе в данный момент, поскольку тебе моча ударяет в голову, не нравится, нельзя все это запрещать. Нельзя, дорогие друзья. Ну, давайте мы все постареем. И запретим секс, потому что мы уже не можем им заниматься. В силу возраста, в силу еще каких-нибудь причин, связанных с нашей личной физиологией. Давайте его запретим. Нам не нравится. Нам не нравится, когда целуются. Нам не нравится, когда вступают друг с другом в интимные отношения. Запретим это нафиг. Это все не нужно, некрасиво. Зачем? Вот для рождения ребенка, да, пожалуйста, один разок в месяц под одеялом. А все остальное запретить к чертовой бабушке. Ну, у меня слов нет. Я не защищаю сейчас инициативу сенатора Белякова, просто пытаюсь разобраться. Он говорит о том, что часто возникают в сфере суррогатного материнства конфликты. Продукт сделки ребенок может не устроить конечного покупателя. Например, он не слишком красивый, не слишком здоровый. Или наоборот, у женщины, которая выносила, может, допустим, проснуться материнский инстинкт. И он именно на это давит. Вот, например, в Санкт-Петербурге был случай, эта история еще не закончена, когда суррогатная мама выносила ребенка, родила, и в ней проснулся материнский инстинкт. Она решила ребенка оставить себе. Тогда против нее возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». И сегодня эта суррогатная мама имеет все шансы уехать, шить варежки для народного хозяйства или валить лес. То есть тут пострадавшие по кругу, вот что он имеет в виду. Так я еще раз говорю, урегулируйте это, а не запрещайте все на свете. А если нарушаются правила при переходе улицы, давайте тогда запретим переход улицы. Пусть каждый по своей стороне ходит до конца. Ну что же это такое, друзья? Это собственную правовую и законодательную, я прошу прощения, интеллектуальную импотенцию пытаются возвести в ранг закона и запретить все, до чего у них не дотягиваются руки и с чем они не знают, что делать. Но нельзя все запрещать. Нельзя страну ввергать в архаику 500-летней давности по всем показателям. Нельзя. Это плохо кончится. Вот смотрите, уже дети на улице выходят, потому что их достала эта ваша стилистика. И это стилистика Мизулиной в том числе. Причем в уважении к ее статусу и к ее полу. Уху, к другой теме переходим. Сейчас я не тороплюсь, кстати, с переходом, Николай Королевич. С переходом к другой теме. Да, пожалуйста. Сейчас переходим. От этой темы я готов перейти. Хорошо. Легко. Я сейчас предлагаю вам другую тему, которая вам тоже очень понравится. Евразийский экономический союз не просуществует и 10 лет, поскольку его лидеры изменят свое мировоззрение. А Россия, в конце концов, признает тот факт, что она является европейским государством. Такой прогноз дал известный советолог Збигнев Бжезинский. Ну, его еще можно назвать патриархом американской политологии. Ну да, он не советолог, он политолог очень высокого класса. Да, он дал интервью газете РУ. Более того, есть еще одна новость схожая. Европейский союз скоро исчезнет. Об этом на митинге во французском городе Лиль заявила кандидат к президенту от Национального фронта Марин Лепен. Есть ли какая-то связь между этими заявлениями? Абсолютно никакой связи. Значит, Бжезинский политолог Лепен-политик, ее прогноз не имеет вообще никакого смысла и никакой совершенно ценности. Она сама собирается выводить Францию из Европейского союза. Вот и вся ценность ее прогноза, если она станет руководителем страны. По всей видимости, у нее сейчас невелики шансы стать руководителем страны. Поэтому ее прогноз – это скорее реверанс в наш адрес. Она старается с нами дружить, она из нас пытается сосать деньги. Иногда ей это удается. Значит, она талантливый человек, она интересная женщина, она один из ведущих политиков Франции. Но, по всей видимости, в обозримом будущем ей эту страну не возглавить. И по пути выхода из Европейского союза ей Францию не направить. Что касается Бжезинского, это действительно патриарх политической мысли в целом. Он не политик, он не избирается в президенты. Он здесь не пытается ловить какую-то рыбку в мутной воде. Он дает прогноз. И прогноз этот вызывает большее доверие, несомненно, чем прогноз госпожи Марин Ле Пен, потому что он более обоснован. Дело в том, что любые союзы держатся на взаимной заинтересованности. Невозможно сказать «давайте дружить семьями». И хотя это никакого ни интереса, ни любви, ни симпатии, ничего, да и времени нет встречаться. И ясно, что никто дружить семьями не будет. Тем не менее, говорят «да, да, будем дружить». Значит, вот в том, что касается Евразийского союза, здесь сейчас, при том, что главный цемент, главный системообразующий, краеугольный камень этого союза, несомненно, Россия. У России сейчас очень проблемная ситуация с экономикой. Если Россия не будет привлекательна для своих соседей, Евразийский союз развалится. Если Россия будет привлекательна, к ней потянутся. Вот, собственно, и все. Сейчас к ней не тянутся. А надо ли нам, чтобы к нам тянулись? Другой вопрос. Ну, вообще надо, потому что тянутся к тем, кто симпатичен. Тянутся к тем, у кого все в порядке. Значит, если к тебе не тянутся, значит, у тебя не все в порядке. Надо, чтобы к тебе тянулись? Думаю, что да. Ну, нет. Тут это вопрос выбора уже, Николай Таратович. Нет, нет. Надо или не надо? Нет, надо, потому что тянутся, когда у тебя все в порядке, когда ты привлекателен. Тянутся к красивой женщине, обаятельной, симпатичной, сексуально привлекательной. Значит, если не тянутся, она делает для себя достаточно печальные выводы. Чуть-чуть вернемся к прошлой теме. Не успевают за нами слушатели, тем не менее, я не могу игнорировать все вопросы. Читаю. Так детей можно вывести на улицу хоть против кого? Против таких, как Николай Карлович, например. И сказать, достали эти хитрые вбросы вранья, искажения фактов и подмен понятий. Ну, выводите, пожалуйста, против Николая Карловича, если у вас получится. Я буду за вас рад. Я... Вы немало повысите мой рейтинг тем самым. К другой теме. В Белом доме, судя по всему, признали, что США может смириться с реальностью правления Асада в Сирии. Читаю подробнее. Об этом заявил пресс-секретарь, президент США Шонт Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме. Цитирую подробно. Что касается Асада, имеется политическая реальность, которую нам необходимо признавать с точки зрения нынешней ситуации. При прошлой администрации мы упустили много благоприятных возможностей в том, что касается Асада. Вот когда он говорит, что мы упустили много благоприятных возможностей при прошлой администрации, что имеет в виду пресс-секретарь? Пресс-секретарь имеет в виду, что Трамп это не Обама. Вот все, что он имеет в виду. Значит, он имеет в виду, что Обама был плохой, а при Трампе будет хорошо. Значит, нашему бы телять и волка задрать, потому что Обама уходил с гораздо более высоким рейтингом, чем сейчас в начале президентства имеет Трамп. Поэтому, конечно, отталкиваться от предыдущего президента это всегда приятно, хотя не всегда этично, но пока что это Трампу дивидендов не приносит. Он пытается выступать как анти-Обама по очень разным показателям, пока это у него не очень выходит. Но вообще внешняя политика, тем более ни его козырь, ни его конек, сейчас ему немножко не до нее, он подвергается таким атакам по внутриполитической линии. У него не проходят его коронные ключевые законопроекты, такие, скажем, как замена Обама-Керр. Это колоссальное поражение. Вынуждены уходить под грузом обвинений в коррупции его ключевые сотрудники. У него сейчас тяжелейшее положение, на самом деле. Ему сейчас немножко не до Ближнего Востока и даже не до России. А если действительно США охладеют вообще к тому, что происходит в Сирии, как быстро там наступит мир и наступит ли там мир вообще? США имеет прямое отношение к тому, что сейчас происходит в Сирии? США имеет самое прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. И мы имеем прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. Значит, если США охладеет, труднее будет урегулировать ситуацию в Сирии. Если мы охладеем, тоже труднее будет ее урегулировать. Без вмешательства таких великих мировых держав, как Соединенные Штаты и Россия, Сирию урегулировать будет сложно. А можно ли делать какие-то прогнозы по поводу того, что США действительно скоро охладеют к Сирии? Я бы пока не стал делать такие прогнозы, потому что, в принципе, конечно, Трамп человек, который склонен смотреть внутрь себя, внутрь своей страны, а не наружу. Но кто же ему даст? Миссия Соединенных Штатов как глобальной первой в мире супердержавы состоит в том, чтобы внимательно смотреть за всем, что происходит во всех точках земного шара. Сейчас уже не то время, сейчас не XIX век. Никто ему не позволит зажаться внутри североамериканского континента и огородиться стеной, и не смотреть, что происходит вокруг. Мне это представляется малореальным. Сирия сейчас наиболее горячая точка, наверное, можно так сказать, в Европе. А если Европейский Союз скоро исчезнет, как вот предсказывает Марин Ле Пен, перестанет ли действительно Сирия быть горячей точкой? Прибавится ли горячих точек или конфликты прекратятся? Знаете, я совершенно не склонен рассматривать ситуацию с точки зрения прогноза Ле Пен, который мне представляется абсолютно полярно далеким от реальности. Часто звучит. Часто звучит в устах Ле Пен. В устах Ле Пен звучит часто. Ну дай ей Бог здоровья. Но Великобритания же уже начала выход. Великобритания начала, Брекзит состоялся, но Великобритания это еще не весь Евросоюз. Ну, во многих других европейских странах тоже звучали такие предположения. Звучали, звучали и будут звучать. Евросоюз еще будет переформатироваться. Но стратегически Европа будет объединенной, уверяю вас. Переформатироваться, но не исчезнет. Все правильно? Не исчезнет. Иван Николаевич, на вскидку, как считаете, вот предложение Минюста, который призвал приравнять блат к коррупции, оно будет иметь продолжение? Это вообще возможно? Ну, Маяковский к штыку приравнять перо рекомендовал в свое время. Вот я думаю, что к штыку перо это более реально, чем блат к коррупции. Но, на самом деле, надо сначала решить, что такое коррупция. Во-вторых, побороться с коррупцией. Я посмотрю, как с коррупцией поборются. Мне казалось, что надо сначала разобраться с тем, что такое блат. Что такое блат, значит, все это вместе. Потом уже равнять друг с другом. Ну, что такое блат? Блат – это система тех или иных взаимных услуг. Неимущественных. Да, любых. Но прежде всего неимущественных, то есть неоплаченных. А это, скажем так, обмен услугами по бартеру. Услугами, связанными с родством, со свойством, со знакомством. Как это можно отследить? Ну, как это можно отследить? Скажем, подавляющая часть людей одного круга в маленьких городах, да даже и в больших, они друг с другом знакомы. Они обмениваются теми или иными по знакомству услугами. Решить эту проблему нельзя. Да и зачем? А давайте послушаем, что по этому поводу сказал Андрей Князев. Это известный адвокат. Слушаем. Когда государство, например, дает какие-то привилегии своей жене, как, например, мэр одного крупного города говорил, что его же сама все заработала, если бы он не был мэром, еще больше заработала. То это, как мне кажется, это не блат. Блат – это школу устроить, машину починить и так далее. А это взятка. Почему мы называем блат? Это как минимум злоупотребление служебным положением, как максимум взятка. Это Андрей Князев, известный адвокат Аблатия. Николай Корольевич, только нужно разобраться. Идея-то сама по себе хорошая, она призвана все-таки бороться. Да идея нехорошая и неплохая, она просто пустая. Популизм? Абсолютно. Чистый популизм. Ничего в ней нет хорошего. Она абсолютно и нереальная, и бесперспективная. Да я не вижу даже... Она и бесцельная, по сути своей. А зачем тогда делаются подобные предложения вообще? Зачем их пускают в информационное пространство? А вы же сказали популизм. А популизму пока никто не отменял. Надо же имитировать борьбу с коррупцией. Надо же ее имитировать. Вот президент только что сказал на Арктическом форуме, что судя по опросам общественного мнения, народ в принципе удовлетворен результатами нашей борьбы с коррупцией. Теперь надо подтверждать эти слова президента тем или иным способом. Вот, пожалуйста, подтверждают. В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе.